Беларусь 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 У солдата выходной пуговицы в ряд Ярче солнечного дня золотом горят Часовые на посту в городе весна Проводи нас до ворот Товарищ старшина, товарищ старшина Идет солдат по городу По незнакомой улице И от улыбок девичьих вся улица светла Не обижайтесь, девушки Но для солдата главное Чтобы его далекая Любимая ждала А солдат попьет кваску Купит эскимо Никуда не торопясь Выйдет из кино Карусель его помчит Музыкой звеня И в запасе у него Останется полдня Останется полдня Идет солдат по городу По незнакомой улице И от улыбок девичьих вся улица светла Не обижайтесь, девушки Но для солдата главное Чтобы его далекая Любимая ждала Где любимая живет Липы шелестят И садится в карусель Не ее солдат Но другие ни к чему Все до одного Если только верно ждешь Солдата своего Солдата своего Идет солдат По городу По незнакомой улице И от улыбок девичьих Вся улица светла Не обижайтесь, девушки Но для солдата главное Чтобы его далекая Любимая ждала Идет солдат по городу По незнакомой улице И от улыбок девичьих Вся улица светла Не обижайтесь, девушки Но для солдата Но для солдата главное Чтобы его далекая Любимая ждала Дорогие друзья На Беларусь 4 Вокальный инструментальный Ансамбль Блокпост Спасибо вам за такое Праздничное начало программ Я тоже считаю Что для солдата Главное, чтобы Любимая ждала Согласны? Дорогие друзья Если кто-то не знает Напомню, что Блокпост Это не просто музыканты Это сотрудники Гомельского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь Александр Викторович Ну, познакомьте нас с коллективом Представьте, пожалуйста С удовольствием Конечно, с праздником Всех уважаемых друзья Слева от меня Наш солист Клавишник Звукоинженер Сергей Мясюк Справа Наш замечательный Гитарист Мультиинструменталист Аранжировщик Звукоинжиссер Можно многое перечислять Олег Гриневич Я Александр Говорушка Я солист Автор песен в том числе Ну и в зале Среди нас находится Концертный менеджер коллектива И руководитель Галина Говорушка Вот эти аплодисменты Для вас Александр Викторович Вы, если не ошибаюсь Поете Точнее, поете Если не ошибаюсь Еще пишете песни Да, мы пишем песни Посвященные В основном Людям Которые Настоящие мужчины Которые служат Родине Защищают ее В общем-то Выступая на всех концертах Общаясь с ними Как бы вдохновляемся И, соответственно Из этого у нас Получается Наше произведение Ну, очень интересно У вас было замечание Настоящие мужчины Которые служат в армии Да, то есть Вы хотите сказать Что 23 февраля Это праздник только военных Вот, как вы считаете Или все-таки Сегодня часто можно услышать Такое мнение Что Кого вы обычно поздравляете Те, кто имеет только отношение к армии Ну, конечно, нет Ну, например Я в армии сейчас не служу Но меня же поздравляют Правильно? И моих товарищей Мы все в трое Служили Сергей уже в белорусской армии служил Поздравляем всех Собственно Товарищей Потому что Многие сотрудники Силовых органов Пришли Из военных факультетов Из военных училищ То есть Ну, а то, что Каждый день Они на посту Собственно Но вооруженные силы Это серьезно Ну, еще бы Конечно Это серьезно В принципе Вы знаете Мы сегодня и поговорим О том Насколько это серьезно Я не поздравила вас С праздником Простите Пожалуйста Да Поздравляю Вот от всей Нашей программы Спасибо Скажите, пожалуйста Еще один вопрос Что для вас Вот лично для вас Значит вообще Этот день 23 февраля Ну, если начать С детства То в школе Девочки всегда собирались Поздравляли нас Подарки дарили Потом 8 марта Мы соответственно им И так это прошло И в институт И даже в армии Нас поздравляли мамы Ну, а сейчас Замечательный праздник Мужской Который Опять же Наши девушки Наши коллеги Нас всегда с удовольствием Поздравляют Наши близкие Родные Вот много звонков Каждому из нас приходило С поздравлениями Вы знаете что Ну, для меня Наверное Если Новый год Веселый праздник То это торжественный Веселый такой Когда вспоминаешь Только хорошее У меня после службы в армии Только самые хорошие Добрые воспоминания остались Было как всегда Много трудностей Но тем не менее На той трудности Чтобы закалять характер Парня молодого Который пришел служить В 18 лет Там забрали Вот он От мамы оторвался И это замечательно Хороший праздник Его надо продвигать Продолжать Про него слагать песни Стихи Все такое Ну что ж Дорогие друзья Сегодня Песни собственного сочинения Мы также услышим В нашей программе Ну что ж Напоминаю Сегодня день Защитника в Отечестве Столетия вооруженных сил Республики Беларусь Нам очень интересно Что значит этот праздник Для вас Звоните в студию Пишите в Вайбер Дорогие друзья У вас есть уникальная возможность Сегодня с помощью нашей программы Поздравить своих друзей Знакомых Близких Своих защитников В прямом эфире А также Вы можете поучаствовать В нашем праздничном конкурсе Вы знаете Сегодня вопрос У нас будет много вопросов Самых разных Но первый из них звучит так Сколько полосок на тельняшке Так что дорогие друзья Вопрос интересный У вас есть время посчитать И позвонить на прямой эфир 34 22 43 Кстати автор правильного ответа Получит пригласительный билет На двоих человек На концерт Необычного камерного ансамбля Фортепианного квинтета Этот концерт Удивительный Как обещают организаторы Концерт состоится 14 марта В белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей Хочу обратить внимание Что именно в этом конкурсе Участвуют только телезрители Которые дозвонили студию По телефону 34 22 43 Мне кстати подсказывают Что есть уже телефонный звонок Добрый вечер Мы вас слушаем Вы в прямом эфире Говорите пожалуйста Здравствуйте Наталья Здравствуйте Гостин студии И блокпост Поздравляю вас с праздником Спасибо Меня зовут Герасим О Герасим Это наш постоянный телезритель Я думаю он заслуживает аплодисментов Я даже могу предположить Герасим Поздравляю всех гамильчан Герасим Мне кажется вы сейчас Должны прочитать стихи Потому что вы всегда Это делаете Когда звоните На наш прямой эфир Да Поздравляю всех гамильчан И своих родных Отца и братьев И друзей своих И желаю всем Мира и добра И хочу подарить всем Все творения На плац солдаты Строем вышли У командиров на виду И как всегда И как положено Кто выше Тот первым шел Опять в ряду И офицеры Первым снова Дарили добрый Мудрый взгляд И только взгляда Никакого Не получал Последний ряд Под марс Солдаты Гомеля Шагали Сегодня ж праздник Их опять А в следом Гамильчаночки Кричали Мы будем вас Ребята ждать Но вдруг Команда прогремела Кругом На весь глухой квартал Изменилось Корни дела Кто первым был Последним стал Так что Защитники Ребята Вы все Предродиной равны И белорусские Девчата Во всех Вас очень Люблены Я пью Сегодня За солдат Которые Покойно Шохраняют Кто держит Крепко Автомат Кого сегодня Гомельчанки Поздравляют С праздником Герасим Автор правильного ответа Мы определим Чуть позже Сегодня Ну что ж Дорогие друзья Сейчас я хочу Пригласить в нашу студию Психолога Людмилу Тутынину Она расскажет Как правильно Поздравлять мужчин С этим праздником Встречайте пожалуйста Людмила Добрый вечер Добрый вечер Очень рада видеть тебя В нашей студии Присаживайся пожалуйста Скажи Кого ты уже успела Поздравить сегодня С праздником Наташа Ты знаешь У меня огромный список И так по списку Любимых Близких Далеких Очень далеких Вот буквально С кем Вот сейчас беседовала Каждому Какой-то Хоть понемножку Но тепла передала Своего А ты любишь этот праздник Наташа Ты знаешь Это один из моих Самых любимых праздников У меня муж Был офицером И мы служили вместе В армии Что называется Вместе Почему Потому что Офицерская жена Она тоже служит Офицерская жена У нас в гостях Дорогие друзья Вот Ну это было Конечно давно Но это очень Ну скажем так Семейный праздник Потому что В каждой семье Или воевал кто-то Да Или служил В мирное время Или собирается служить Поэтому это наш праздник И женский тоже Людмила Скажи Вот Какой он для тебя Защитник отечества Вот какой-то психологический портрет У тебя сформировался Вот за это время Наташа Ты знаешь что Ну вот меня сейчас поддержат Женщины Которые смотрят Вот У экранов находятся Помните фильм Офицеры Да Любимый фильм Я сегодня его даже успела Уже зато Да Всех времен и народов Да И вот актер Лановой Но мне кажется Это образ Образ Вот нашего Такого знаешь Вот Ну скажем так Героя Офицера Вот для меня Это вот как-то так И не важно Форма ушей Там цвет глаз Рост Рост Там вес Нет Нет Здесь разговор О чем идет О внутренних качествах Очень достойный Человек Слово и дело Вот это самое важное Настоящий мужчина Настоящий мужчина Люда Вот смотри На сегодняшний день Вот 23 февраля Все-таки является Таким неформальным праздником Да Это не красный день календаря Это праздник Который мы отмечаем С коллегами В кругу семьи С друзьями Но это не выходной день Вот как ты относишься Вообще к такому явлению Когда казалось бы Ну Это праздник военных Казалось бы людей Изначально То есть профессиональный праздник Он становится таким Всенародным днем Всех мужчин Наташа Хорошая вообще тенденция Как ты считаешь Мне очень понравилось Вот то что говорил Александр Да Наш Александр Он говорил о том Что они этот праздник ждали Девчонки приходили Да Там поздравляли На самом деле Этот праздник Он давным-давно вышел За пределы Вот профессиональной Такой вот ориентированности Да Мы поздравляем всех Я уже говорила о том Что в каждой семье Да Или кто-то уже служил Или собирается служить Вот смотрите У нас есть дни Когда молодые люди Присягают Присягу принимают Да Посмотрите Кто едет на присягу Едет как минимум Мама Невеста Друзья и так далее Зачем Это событие Зачем Потому что это событие Правда И оно выходит за рамки Только вот этой вот присяги Это гораздо больше Правда Вот сейчас продолжим Просто мне уже Вайбер звонят И передают Что есть телефонные звонки Они срываются Люди хотят ответить На вопрос про тельняшку Дорогие друзья Я хочу еще раз Обратить ваше внимание В конкурсе В конкурсе про тельняшку О том сколько полос В тельняшке участвуют Только телефонные звонки 34-22-43 А уже поздравления И какие-то свои эмоции По поводу сегодняшнего дня Вы можете оставлять Также в Вайбере Еще один вопрос Людмила Насчет подарков Как ты считаешь Каким должен быть подарок На 23 февраля Маташа Знаешь что То что было традиционно 10-15-20 лет назад Я думаю что актуально На сегодняшний день Остается И хотя говорят что Ну не дарите вы мужчинам Носки на 23 февраля Не дарите вы футболки На 23 майки Ну ты поздно улыбался Я думаю они сегодня На такие подарки получили Наташа Ну из моего собственного опыта Я точно знаю Что если подаришь майку Она всегда будет к месту Носки тоже к месту Ну почему бы и нет Кстати я к чему спросила Про подарки Накануне праздника Телеканал Беларусь 4 Объявил анонимное голосование Для всей женской аудитории Вы знаете вот интересно было Узнать что в рейтинге Подарков для мужчин В день защитника отечества Лидировали в этом году Не носки Не носки А подарок сюрприз Да При этом в комментариях Женщины делились И другими вариантами подарков Наши дамы Сегодня дарили своим защитникам Снасти для рыболовства Билеты в кино И даже фигурировала Надувная лодка Представляете Так что традиционные носочки Они уходят в прошлое А кстати говоря зря Потому что по итогам Мужского голосования В котором еще можно Даже сейчас принять участие В нашей группе ВКонтакте Я имею ввиду Группа ВКонтакте Беларусь 4 Носки и пена для бритья Именно то чего ждут Наши защитники В этот праздник У нас есть телефонный звонок По моему ответ на вопрос Сколько полосок в тельняшке На тельняшке Давайте послушаем Добрый вечер Вы в прямом эфире Говорите пожалуйста Алло Здравствуйте Как вас зовут Представьтесь Это я Это вы Лидия зовут Лидия Ну скажите пожалуйста Вы хотите кого-то Поздравить с праздником Пользовательный Вы знаете что Да Я хочу поздравить Мужа Своего Михаила Ивановича Здоровья ему Он служил в Марфлоте У меня внучка Учится в кадетском училище Она сейчас на студии Там находится В друг с тени Я ее тоже поздравляю С этим праздником Спасибо Скажите Вы знаете ответ на вопрос Может успели посчитать Так сколько же полосок в тельняшке Значит Две полоски Белая и черная Правильный ответ Белая Ну что ж Спасибо вам большое Спасибо вам большое За этот телефонный звонок Вот эти Замечательные билеты На двоих человек На фортепианный квинтет В белой гостиной Дворца Румянцевых Паскевичей Концерт состоится 14 марта Эти билеты достаются вам Пожалуйста Оставьте свои координаты Нашему редактору Герасим Вы знаете Вот пользуясь тем Что вы наш постоянный участник Герасим Напоминаю Это человек Который нам читал Наш телезритель стихи Я думаю Никто не будет против Из наших гостей Если вот этот журнал Вооруженных сил Республики Беларусь Армия Как раз таки Специально посвященный Празднику Согласны Ну что ж Скажи Людмила Ты знаешь Вот такое ощущение Праздника Со всех сторон Подожди Впереди самое интересное Дело в том Что вот я даже не знаю Как сформулировать вопрос Ну скажем так Вот какой день Защитника Защитника в Отечество Без настоящих полковников Согласна со мной Согласна Ну что ж Я думаю Сегодня у всех У нас будет такая возможность Пообщаться С настоящими полковниками Сразу после рекламы И хорошей песни АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Затаивший дыханье ждет Разведрота, укрывшись в скалах Здесь душмана в отряд пройдет И за слоном разведка встала Где же вы, боевые друзья? Где же вы? Разбросала нашу жизнь по свету И теперь вдалеке от вас Вспоминаю я будни эти Где порой, не жалея себя Защищали от пули друга Где свой долг исполнив сполна Уходили под скуки вьюги Был не прост тот вечерний бой Отступили бандиты в горы Не прорвали они заслон Хоть и рвались пройти упорно Был горячим от крови снег Здесь погибли друзья боевые Сердце память о них хранит Будто рядом они живые Где же вы, боевые друзья? Где же вы? Разбросала нашу жизнь по свету И теперь вдалеке от вас Вспоминаю я будни эти Где порой, не жалея себя Защищали от пули друга Где свой долг исполнив сполна Уходили под звуки вьюги Дорогие друзья Добрый вечер, Гомель! На Беларусь 4 продолжается Вот наш праздничный прямой эфир Только что для вас выступали наши гости Вокально-инструментальный ансамбль Блокпост Боевые друзья, это ваша новая песня Новая песня про Афганистан Можно сказать, премьера Сегодня в нашей программе состоялась Александр Викторович, а почему вообще Вы выбрали такую вот тему Для своей новой песни? Тема, она в сердце Потому что служили ведь солдаты Советской армии, вооруженных сил Молодые ребята в основном Очень много белорусов служило Выполнало свой интернациональный долг Вот, многие из них не вернулись И про это надо писать, петь, рассказывать Чтобы наши молодые, вот наши курсанты Знали про то, какой ценой им достается победа Зачастую самой дорогой ценой Поэтому, ну нельзя было не написать песню Тем более у нас Спасибо, спасибо, что эта премьера состояла Сегодня в нашей программе Спасибо вам большое Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир И я хочу пригласить в эту студию Настоящих полковников Это люди, без которых сегодняшний праздник Был бы неполным Итак, встречайте Военный комиссар Гомельской области Начальник Гомельского гарнизона Полковник Андреев Владимирович Кривоносов У нас в гостях Здравствуйте, Наталья Добрый вечер, гомельчане Мы очень рады видеть вас в нашей студии И вы знаете, примите наши поздравления с праздником Спасибо Я хочу также пригласить в эту студию Командира войсковой части номер 63-604 Встречайте полковник Дмитрий Леонидович Тургеневич Добрый вечер Добрый вечер Присаживайтесь, пожалуйста Мы рады видеть вас в нашей студии И вот эти аплодисменты и наше поздравление для вас Дорогие друзья, а сейчас я хочу пригласить в эту студию Начальника военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта Кандидата в физико-математических наук Полковника Алексея Алексеевича Поддубного Добрый вечер, Алексей Алексеевич Мы очень рады видеть вас в нашей студии Я представляю, как студенты сейчас Да, прильнули к телевизорам Курсанты Курсанты, да, курсанты, извините, курсанты Ну, для начала Вот хотелось бы задать вопрос, Андрей Владимирович Что для вас значит вообще День Защитника Отечества? Ну, для военного всегда коротко он значит Это мой профессиональный праздник И это понятие включает многое Во-первых, я в центре внимания в этот день Мне всегда выражают в этот день особую любовь, особое уважение И я в этот день особенно горжусь о том, что я военнослужащий офицер Мне нравится военная форма каждый день, но в этот день я ее готовил заранее долго и правильно Поэтому мне этот праздник нравится Жаль, что только он у меня в году профессиональный один Один и не выходной Нет, к счастью, он у нас выходной Мы можем заниматься нашим любимым делом Честовать друг друга во время этого праздника Не отвлекаясь на служебные дела Ну, вы знаете, я бы хотела здесь вот что добавить Ведь сегодня действительно рабочий день А сейчас уже 9 часов вечера И я знаю, что сегодня праздничный день, когда вы поздравляли То есть сегодня вы меняли свои площадки Я просто знаю, что это было много где И вы сегодня у нас в гостях Но слава богу, что впереди еще два выходных дня и вечер длинный Так что да, будет чем заняться, что говорится, в этот праздник Конечно Скажите, пожалуйста, Дмитрий Леонидович А вот что вы вкладываете в это понятие «защитник Родины»? Я думаю, что «защитник Родины» это тот человек, на которого надеется любой гражданин Республики Беларусь Который обеспечивает сохранность нашей территориальной целостности нашей Республики И благодаря которому мы сейчас находимся в веселом настроении Весь народ, который сидит за праздничным столом, может спокойно отдыхать и праздновать с 23 февраля Золотые слова Спасибо вам большое Действительно, спасибо А вот что думают об этом наши зрители Светлана пишет в Вайбере Ну, «защитник» это в первую очередь тот, кто нас защищает в прямом смысле этого слова Защищает нашу семью, дом, нашу страну Ну, я думаю, у Светланы все согласятся с такими словами А вот Вистер говорит, что для него «защитник» это его папа и его дедушка Есть еще одно очень интересное замечание, буквально вот прямо вот в нашу тему Надо сделать «День защитника» официальным праздником и выходным днем А как считаете вы, спрашивает Петр Что добавим, Андрей Владимирович, не надо выходного нам? Нет, я считаю, что его официально объявлять каким-то праздником не надо, потому что это будет официоз А люди его празднуют по велению души Им не надо никакие указания сверху, снизу, они знают, что это их праздник и они так же себя ведут Алексей Алексеевич, а как вы считаете? Я считаю, что не надо сделать его выходным, потому что для он случаев он так выходной официально И в этот праздник, кто с детства воспитан на традициях этого праздника, они, конечно, радуются И правильно было сказано, что с удовольствием поздравляют друг друга У них есть возможность зайти, поздравить, отметить все это вместе, чай вместе попить, это очень хорошо А скажите, Алексей Алексеевич, вы работаете с молодежью, и вот как бы вы ответили вообще на этот вопрос? Кого поздравлять с этим неофициальным праздником, но всенародным? Только ли военных? Нет, не только военных Военные обязательно должны поздравлять друг друга и всех остальных с этим праздником Значит, надо поздравлять всех, надо поздравлять тех, кто непосредственно растет на традициях вооруженных сил нашей армии Которая была до этого, хорошо знали историю Надо поздравлять матерей, значит, чьи дети, жены, чьи дети, отцы, дедушки, бабушки то же самое воевали Значит, либо служили в вооруженных силах, потому что они тоже в этом принимают активное участие Надо с самого раннего возраста воспитывать детей, начиная с садика уже, даже со школы, потому что в школе растите, там всевозможные какие-то игры там должны быть придуманы, ролевые всевозможные, там с военной формой определенной Чтобы этот праздник уже был впитан в крови Я знаю, что этим занимаются сейчас, очень много людей в образовании занимаются, значит, на всякие тематические игры они работают, начиная с садика, переходят в школу, со школы переходят в высшие учебные заведения, там, средние учебные заведения И все это дело празднуется, воспитывается, и в конечном итоге, видите, вот, люди воспитаны на данном празднике, служат в вооруженных силах, вот они сегодня находятся в студии, тем не менее, они выполняют специальную задачу Специальную задачу? Они возложены непосредственно министром обороны Аплодировать, аплодировать как можно громче Вот я всегда говорила, что у военных очень интересное чувство юмора, мне оно очень импонирует Вы знаете, если вы не против, я предлагаю более активно подключить к нашей беседе зрительскую аудиторию и объявить еще один конкурс И предлагаю вам, Андрей Владимирович, задать какой-нибудь армейский вопрос нашим телезрителям, связанный с сегодняшним праздником, учитывая все-таки столетие армии Армейские вопросы Во-первых, я хочу не совсем согласиться с ответом на прошлый вопрос, все-таки это чистая тельняшка, там два цвета, так сказать, две полоски К сожалению, у нерадивого матроса, там есть и третья, грязная, это вот так вот для всякого случая Мы вам тоже вручили приз за еще один вопрос Да, возможно За еще один ответ А свой вопрос я хотел бы задать, наверное, про то, все вы прекрасно знаете, что у нас военно-промышленный комплекс работает очень продуктивно и хорошо И совсем недавно проанонсировали у нас наш новый, разработанный в белорусской промышленности бронированный автомобиль, бронированную машину И хотелось бы узнать, как назвали это транспортное средство То есть, как называется новый броневик белорусской армии? Белорусского производства Белорусского производства Дорогие друзья, мы ждем ваш правильный ответ по телефону 34 22 43 Победитель, точнее автор правильного ответа получит приз, хочу обратить внимание, подарок от военного комиссара Гомельской области А это, извините, не шутки Так точно, сам вручу Вот так вот Итак, напоминаю еще раз вопрос, как называется новый броневик белорусской армии? Ну что ж, сегодня мы говорим о столетнем юбилее вооруженных сил Республики Беларусь Вот, кстати, хороший вопрос, наша армия, вот какой имидж у нее сегодня? Андрей Владимирович, вот как вы считаете, как бы вы охарактеризовали? Она коротко, четырьмя словами характеризуется Это компактная, мобильная, боеспособная армия В этих словах все рассказывает про эту армию Мы делаем свою работу незаметно, но, как мне кажется, качественно А вот скажите, что формирует вообще этот образ? Вот как вы считаете, какие, назовите три составляющих, на ваш взгляд, самое главное? Я их не считал, конечно Ну вот вооружение, наверное, это первое? Нет, я не думаю, что это Надо, во-первых, вспомнить историю Историю, потому что мы учимся на примерах исторических Во-вторых, это традиции, которые были развиты во время этой истории И третье, это, наверное, то поведение, которое демонстрируют военнослужащие Вооруженных сил и армии по отношению к своему народу Вот, по всей видимости, вот эти три составляющие И образуют так называемый имидж нашей современной белорусской армии Ну вот сегодня путь будущего солдата, да? Он же начинает с военкомата прежде всего, да? Здесь вот молодой человек становится на воинский учет Здесь он отправляется на службу Вот какие важнейшие задачи сегодня вы ставите перед собой? Точнее, скажем, военный комиссариат ставит перед собой Если говорить неофициальным языком То важно мне, как военному комиссару, моему подчиненным Помочь нашим призывникам преодолеть определенный психологический барьер Потому что они окунаются в новую для себя жизнь В новый вид деятельности К сожалению, некоторые из них этого боятся И, ну, думают о том, что они не справятся с теми или иными Какими-то задачами или ситуациями Моя задача его убедить в том Что именно из таких призывников, из таких людей И формируется наша армия И так, как он будет себя вести Как будет учиться военному делу Такая будет армия Так он и будет имидж у него поддерживать Скажите, пожалуйста, вот учитывая последние призывы Вы могли бы уже как-то проанализировать Хотят ли сегодня наши молодые ребята идти в нашу армию? Конечно, есть определенный процент мальчиков Которые хотят служить Конкретно идут для того, чтобы почувствовать себя мужиком Посмотреть, способен ли он дальше продолжить службу Например, в одной из силовых структур или в вооруженных силах Но подавляющее большинство, я хочу сказать, что это юноши законопослушные Которые осознают о том, что есть определенный долг Долг перед Родиной, перед Отечеством, перед народом И они знают, что его обязательно надо этот долг отдать Поэтому хотят они этого или не хотят Если, может быть, им предложат не пойти, скажут Не пойти, ну, часть из них скажет нет Но в основном они идут, потому что знают, что надо Вот очень хорошая тема Долг перед Родиной И, в принципе, вот как меняет служба в армии молодого человека Поговорим сразу после телефонного звонка Мне подсказывает, у нас есть телефонный звонок Добрый вечер Вы в прямом эфире Мы вас слушаем Говорите, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте Я Лидия Яковлевна Лидия Яковлевна, мы вас слушаем внимательно Добрый вечер Я мать двух афганцев Я вас... Я мать двух афганцев Мы слышим вас, слышим Мы поздравляем вас с этим праздником Спасибо Для меня это не праздник Это... Это со слезами на глазах Четыре года прожить детской афганской войны Это... Вы представьте себе Твой детенок на войне И каково матери Жить такие... Вот... Ждать детенка с войны Вот... Поэтому я хочу пожелать Всем воинам, афганцам Чтобы они были живы и здоровы И чтобы их дети И внуки Жили только под мирным небом Спасибо Спасибо вам большое За этот телефонный звонок Это, конечно, очень тяжело И после таких... Вообще после таких звонков Тяжело продолжать даже разговор как-то Да, Людия? Я очень... Вещь очень глубокую сказала Что мы делаем работу, но она незаметна, да Но дело в том, что мы только тогда Начинаем ценить эту ценность мир Когда мы его теряем, да И мы только тогда начинаем замечать Наших военных, да Когда уже, что называется, пушки гремят, да Во всю... Вот уже канонада, да Что называется Слева и справа И поэтому вот то, что сейчас говорила мама Двух ребят, да Двух афганцев Как я поняла, ребята вернулись с войны Просто она их ждала, да Вот эти вот истории, да Они должны передаваться из поколения в поколение Это очень важно И градус патриотизма в нашем обществе Должен быть намного выше, чем он есть на сегодняшний день И это очень важно И вот то, что мы сейчас все вместе Мы говорим об этом, да Это наша безопасность на будущее Это наша свобода Если наша армия будет слабая Люди будут приходить туда незамотивированные Только потому, что надо Нет, они должны хотеть идти Служить в армию Почему? Потому что это не просто долг А это честь, да Служить в армии То есть здесь нужно менять вот эти акценты Акценты Спасибо, Людмила Очень интересное мнение твое Я знаю, что Вы, Андрей Владимирович, 33 года Да, все правильно? В вооруженных силах Беларуси 30 лет и 3 года, как в сказках говорят Мне кажется, это заслуживает аплодисмента Кстати, в одном интервью вы сказали, что с детства мечтали о погонах с золотыми офицерскими звездочками и очень хотели быть похожим на своего деда и отца Я скажу честно Я другого не видел У меня отец, офицер, брат, потом Дедушка пришел с войны после ранения, потом работал ветеринарным врачом Я хочу сказать, что я только и видел военные городки, солдат, офицеров И когда мой отец предлагал мне Я думаю, сейчас испытывал он меня на вшивость И он меня спрашивал Все, не пойдешь ты никуда по моим стопам Не хочу и все прочее Я со слезами на глазах ему говорю Ну не хочешь, чтобы я стал офицером, я пойду прапорщиком Ну это, наверное, его добило полностью Он меня поддержал И, слава богу, я вот достиг полковничьих высот Спасибо У нас есть телефонный звонок Мне подсказывает, что нашелся смельчак, который знает ответ на вопрос Как называется новый броневик белорусской армии Ну мне кажется, это просто ответ на поверхности Поскольку сейчас везде по телевизору об этом говорят Да президент вчера об этом говорил Ну давайте послушаем, что скажет наш телезритель Добрый вечер, вы в прямом эфире Как вас зовут? Говорите, пожалуйста Добрый вечер Добрый Представьтесь Добрый вечер Здравствуйте Шагин Андрей Григорьевич Еще раз, как вас зовут, пожалуйста, скажите Шагин Андрей Григорьевич Андрей Григорьевич, вы знаете ответ на вопрос Как называется новый броневик белорусской армии? Нет, дело в том Да, я знаю Он называется Кайман Ну что ж, это правильно или не правильно? Уважаемые друзья, я хочу сказать, что Андрей Григорьевич, я его узнал Он сотрудник нашего военного комиссия И он очень большой любитель Все образцы вооружения и техники Собирать в уменьшенных размерах У него очень большая коллекция Андрей Григорьевич, я надеюсь, что и Кайман скоро появится в вашей коллекции Андрей Григорьевич, вы знаете Спасибо Андрей Григорьевич, если вы еще с нами Скажите, вот у вас есть такая уникальная возможность Вы дозвонились к нам Это редкий случай, потому что звонков очень много Скажите, вы могли бы сейчас, хотели бы кого-то поздравить Может быть, с праздником, передать свое поздравление И попробуйте отойти от телевизора Я слышу, что у нас какие-то помехи Отойдите Я понял, да, конечно Спасибо за предоставленную возможность поздравить кого-либо Если можно, я хотел бы поздравить Гомельский клуб стендовых моделистов Так И в их лице президента Гомельского клуба Курильщика Николая Иосифовича И индивидуального предпринимателя Шведова Игоря Григорьевича За развитие стендового моделизма в городе Гомеле Ну аплодисменты Спасибо вам большое Спасибо большое Спасибо, оставьте, пожалуйста, свои координаты нашему редактору Журнальчик «Армия» достанется вам Все, как обещали Настоящий полковник вручит лично зато на работе, я так понимаю, да? Андрей Григорьевич мне просто-напросто облегчил задачу Не надо искать этого человека Поднимать все наши картотеки Дорогие друзья, ну а дело в том, что этот конкурс продолжается У нас есть еще несколько интересных вопросов Какой будет следующий? Может быть, про танкиста белорусской армии? Вот, мне все интересовало Про танкиста Ну давайте, что попроще у танкиста Все знаете, что такое танк Так Да, это такая тяжелая машина со стволом С большим, длинным Вот интересно было бы узнать А какого роста должен быть танкист Для того, чтобы я его, как военный комиссар Приписал в этот экипаж танковый И отправил служить в танковую часть Дорогие друзья, итак Назовите, пожалуйста, максимальный рост танкиста Белорусской армии Максимальный По возможности 34 22 43 Телефон прямого эфира Звоните, пожалуйста Мы ждем ваши варианты ответов И, конечно же, ваших поздравлений Напоминаю, что в прямом эфире программа Добрый вечер, Гомель И я бы хотела обратиться к Дмитрию Леонидовичу Почему вы решили стать военным? Как вообще пришли в эту профессию? Был ли какой-то такой определяющий момент После которого вы основательно решили Слезать свою жизнь с армией? Ну, к сожалению, не так, как у Андрея Владимировича У меня не был отец военным Я вырос в простой деревне Деревня Лосковляна Гродинской Района Гродинской области И мне просто на глаза Когда-то в школе попалась книга Вот она лежит на столе Называется «Мальчишки в пилотках» Очень хороший рассказ там Про подвиг одного парня И в конце этой книги Есть адреса Всех училищ Которые были раньше в Советском Союзе И в том числе адреса Суворовских и Нахимовского училища И То есть вы просто прочитали книгу Нашли адрес училища Нашел адрес Минского Суворовского военного училища Подал документы В военный комиссариат Прошел медицинскую комиссию Тогда тоже было очень жесткое Отбирали как космонавтов Сказал маме Хочу быть суворовцем Мама сразу плакала И Это было 14 лет Как молодым людям Находящихся здесь В студии Я просто хочу сказать Что читайте книги Это вот обращение к молодежи И особенно специальную литературу Это одна из патриотических направлений Спасибо большое Обращение я хочу сказать Не только к молодежи Читайте книги Я хотел бы наверное К нашему военному ведомству Это один еще из способов Издавайте книги Где в конце будут написаны Все вот эти вот наши адреса И книги военные Чтобы дети интересовались И читали Особенно военных комиссариатов Через которые можно пойти дальше Путь Стать настоящим офицером Спасибо большое Вот какая действенная наша программа Я думаю мы даже В конце наверное передачи Придумаем какой-нибудь законопроект Не удивлюсь У нас есть телефонный звонок Добрый вечер Вы в прямом эфире Говорите пожалуйста Мне подсказать это поздравление Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь пожалуйста Как вас зовут Наталья Наталья Давайте попробуем Перед вашим поздравлением Ответить на вопрос Как вы считаете Какой максимальный рост Должен быть у танкиста Вот ваша версия Метр Метра 72 Не больше Не больше чем метра 72 Да Чтобы не высокий был Ну скажем так Молодец Молодец Почти Почти Да Наталья Если другого варианта Ответ не будет Ну метра 74 Вот Вот и все Давайте еще одна попытка Метра 76 Не ниже Теперь надо сбавить Кот Наталья Извините Но три варианта Ответа было достаточно К сожалению Вы пока не победили Но у нас будут еще вопросы Я знаю что вы хотели Кого-то поздравить С праздником Я хотела поздравить Своего кума Так Александра Говорушка Как? Ну вот он Саша Это Наташа Это 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 ваша знакомая Александра Саша Это Наташа Я слышу Недавно ты был У меня на 50 Десятилетие Поздравляю всех с праздником Спасибо Всех мужчин Поздравляю с праздником Желаю счастья Здоровья Здоровья Еще раз здоровья Спасибо вам большое Спасибо за этот звонок Вы решили подсказку сказать Вы может быть поймете Узбеки Они Достаточно Невысокого роста И дело в том Что Как повелось Со времен Великой Отечественной войны В основном Из узбеков Формировали Танковые экипажи Именно механиками И водителями И вот до Развала Советского Союза Это все так и было Я служил в танковом полку У нас очень много узбеков было Не все из них Понимали Вернее Говорить могли по-русски Но понимали очень хорошо И с танками справлялись И у них рост Невысокий Между теми цифрами Которые вы называли Спасибо большое Спасибо Мы хотим Чтобы поучаствовали Еще и другие Наши зрители Дорогие друзья Напоминаю Вопрос звучит Нашего конкурса Какой максимальный рост Должен быть у танкиста Мы уже практически Ответили на этот вопрос Но ждем Все таки верного ответа Звоните пожалуйста 34-22-43 Итак мы говорим о технике Мы заговорили о технике И хотелось бы на что Обратить внимание Мало кто знает Что в черте Гомеля Сегодня находится Очень интересная Закрытая Территория Войсковой части Номер 63-604 Которую гомельчане Привыкли называть Третий полк Вот кстати Дмитрий Леонидович Откуда такое вообще Название пошло Ну к сожалению Название Третий полк Никого отношения К нынешней Десалтирующей Воинской части Не имеет К сожалению Потому что Третий полк Это тот полк Который ходил В состав Чингарской дивизии Когда-то Еще до Революции После революции Десалтирующийся Штаб дивизии Находился В городе Гомеле И в состав Я уже сказал Входил Третий полк Который тоже Десалтируется То есть это чисто История Чисто исторический момент И Уже Видимо С ходом Истории Просто по привычке То место Где расположена Сейчас воинская часть Которая Пришла туда Только в сентябре 1945 года А что сегодня Представляет Артеллерийская база 63-604 Во-первых Это единственная база На которой Производится Ремонт Всей линейки Артеллерийского вооружения Я бы хотела попросить Режиссера Сейчас показать Фотографии Чтобы люди Которые Даже не представляют Что такое Закрытая Войсковая Часть В Гомеле Смогли это увидеть Производится Хранение Ремонт Всей линейки Артеллерийского вооружения От буксированной До самоходной Артеллерии Стрелкового оружия Многогранное Производится Совершенствование Ремонта В этой технике Мы На сегодняшний день Уже освоили И ремонт Двигательей Внутреннего сгорания И Получаем Новые виды Техники Например Сейчас На вооружение Мы поставили Новый Комплекс 2Б 2С12Б На Базе Нашего Изготовленного На Базе МЗКТ Машины 500-200 Волод Ну в общем У вас такое хозяйство Которым наверное Мечтает каждый мальчишка Да Пушки Минометы Стрелковое оружие Самых разных Сегодня мы это все представляли Спасибо большое У нас есть по-моему Правильный мне подсказ Ответ на вопрос Мы сейчас узнаем Добрый вечер Вы в прямом эфире Мы надеемся Что вы нам Ответите на вопрос Какой же должен быть Максимальный рост У танкиста Ваша версия Говорите пожалуйста Алло Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Меня зовут Инна Так Инна Как вы считаете Какой должен быть Рост у танкиста Чтобы все получалось Такую тайну Я думаю Мужчины Просто наверное Запусывают В это время Ну что ж Дорогие друзья Я хочу еще раз Напомнить Что в прямом эфире Добрый вечер Гомель Нам очень интересно Ваше мнение Что значит Для вас День защитника Отечества Звоните Пишите Вайбере 342243 Ну прямой эфир Продолжается Мы вернемся В студию После короткой рекламы И будут еще Интересные конкурсы Я думаю Да Что нам Пора поаплодировать Дорогие друзья Мы продолжаем Прямой эфир На Беларусь 4 Я бы хотела Обратиться К режиссеру Сейчас Да Мне подсказывают Есть по-моему Телефон звонок Или я что-то упустила А у нас есть Телефонный звонок Добрый вечер Вы в прямом эфире Как вас зовут Меня зовут Еще раз пожалуйста Как вас зовут Добрый вечер Меня зовут Костяненко Алла Николаевна Я бы хотела Поздравить всех мужчин С праздником Пожелать здоровья Крепкого-крепкого А еще хочу Поздравить Своего крестника Несю к Сережу Вокалистова Группы Вашей Которая находится В студии Здоровья ему Всего С самого Спасибо вам большое Вот вы знаете Наши зрители Нам не поверят Подумают Все подстроено На самом деле Для нас Телефонные звонки Действительно Тоже неожиданно Спасибо вам большое Я знаю Что у нас Есть еще один вопрос Как бы Конкурс Да И вы готовы Сейчас задать Его нашим телезрителям Речь уже пошла Про танкистов Хотелось бы задать вопрос Какой основной танк Стоит на вооружении Белорусской армии Итак дорогие друзья Какой основной танк Сегодня Находится на вооружении Белорусской армии Тридцать четыре Двадцать два Сорок три Правильный ответ Принимается только По телефону Поэтому звоните Пожалуйста Время нашей передачи Как бы ограничено Но мы надеемся Что найдем сейчас Автора Правильного ответа И вот сейчас Я предлагаю поговорить О том Где и как Сегодня Вообще В принципе Обучают Защищать нашу родину Я знаю Что в республике Создана достаточно широкая Система военного образования То есть Это Основным все таки Военным учреждением Помогите мне Если я неправильно говорю Является военная академия Все верно? Да у нас Военная академия И семь военных факультетов Республики Беларусь На которых готовят Именно специалистов Для вооруженных сил Будущих офицеров Также По дефицитным специальностям Готовятся В других Государствах В основном Российской Федерации Алексей Алексеевич А вот кого конкретно Готовят на военном факультете Нашего белорусского На военно-транспортном факультете Белорусско-гострадческого Университета транспорта Готовят специалистов Для транспортных войск И пограничного комитета Считаем готовят специалистов по строительству и восстановлению искусственного сооружения, строительству и восстановлению автомобильных железных дорог, управлением процессами перевозок, строительству мостов, ну и так далее. Хорошо, а где, насколько вообще востребованы сегодня вот в мирное время специалисты транспортных войск и где работают сегодня ваши выпускники? Специалисты востребованы на 100%, не только в вооруженных силах, но и на гражданке, работают они по всем силовым структурам, по всем видам войск, вот у этих уважаемых полковников, они служат с честью и достоинством наши выпускники, показывают высокие результаты, везде востребованы, а специальность именно транспорта, ну, доставить с точки А в точку Б грузы, если не будет доставлено, то задачи не будут выполнены, а это могут сделать только специалисты, подготовленные непосредственно в нашем факультете. Сказано так просто, с точки А в точку Б? Да, мы можем... Я даже недавно песню слышал как раз на торжественных мероприятиях, где там четко говорят, что железнодорожнику не надо владеть оружием своим, главное, чтобы железная дорога была цела, мосты были все в исправном состоянии, доставлялись грузы туда, куда надо. И это достаточно правильно. Помните, когда трещина на мосту, значит, кто помог? Вооруженные силы навели мост. Значит, так вот, это наша специальность, мы умеем правильно восстанавливать, ну и ломать. Только вы не подумайте, что это они сначала сломали, а потом будут восстанавливать. Потому что есть свои особенности, это очень сложное инженерное сооружение, для этого людей готовим специально, все умеют. Вы знаете, я надеюсь, что режиссер и оператор показывают сегодня ваших воспитанников, ваших курсантов, они сегодня находятся в этой студии. Я вот хочу, чтобы мы поаплодировали, да, этим ребятам. Вы знаете, мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок, по-моему, кто-то из телезрителей желает назвать основной боевой танк, который находится у нас на вооружении в нашей армии. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Меня зовут Дмитрий, я считаю, что это танк Т-74. Еще раз, Т как? Танк Т-74. Т-74, ну сейчас узнаем правильный ответ, не выключайтесь, пожалуйста. Это неправильный ответ, к сожалению, я думаю, в одной цифре вы ошиблись, но у вас есть прекрасная возможность поздравить с праздником своих друзей, знакомых, свою семью. Ну вот пошли выяснения отношений. Женщины подсказывают, как надо было правильно ответить на этот вопрос. Мы будем поздравлять кого-нибудь или нет? По-моему, да. Я оттуда Т-75. Спасибо вам большое за этот звонок. Мы поздравили все. Спасибо вам, Афина, Кирпулы Тиборос. Спасибо большое за телефонный звонок. Ну вот так вот. Мы, по крайней мере, знаете, вот окунаемся сейчас в каждую семью и видим, что там происходит, и меня это радует, да, потому что сегодня действительно праздник. Ну что ж, мы заговорили о воспитании будущих офицеров. Скажите, Алексей Алексеевич, какими они приходят, вот наши молодые ребята, и как вообще меняются за годы обучения? Значит, они приходят теми школьниками, которые ходят в школы наши. Значит, и с теми же традициями, которые они в школе впитали. Обыкновенные ребята, которые растут на улицах, растут в семьях, которые занимаются спортом. Кто-то больше, кто-то меньше. Они приходят, и мы делаем с них высококлассных инженеров. Они быстрее бегают, лучше стреляют, больше отжимаются, больше подтягиваются. То есть они готовы полностью к выполнению задач, поставленных перед вооруженными силами Республики Беларусь. Спасибо большое. Я просто хотела бы обратить внимание, что сегодня в нашей студии присутствуют не только курсанты Белгута, но еще и кадеты нашего кадетского училища. И вот о том, каким должен быть современный защитник Родины, предлагаю спросить у этих ребят. Представьтесь, пожалуйста. Вице-сержант Игнашин Иван. Иван, сколько вам лет? 14. Скажите, пожалуйста, вот какое главное качество, на ваш взгляд, должно присутствовать у военного белорусской армии? Это патриотизм, верность, мужество, целенаправленность. То есть двигаться только по своей цели, прямо и четко. Ну вы, мне кажется, уже освоили этот урок. Эти аплодисменты вам. Что удивительно, что в кадетском училище есть молодые очаровательные девушки. Представьтесь, пожалуйста. Кадет-здрок. Ксения, 15 лет. О, Ксения, 15 лет. Ксения, скажите, зачем вы пошли в кадетское училище? Что вам дает это обучение? И планируете ли вы стать военным вообще? Первое. Я люблю свою родину и готова ее защищать. Второе. Я хочу доказать, что женщины тоже могут защищать родину. А Гумельское кадетское училище – это хороший старт, чтобы доказать, что женщины могут защищать свою родину. Да, я планирую поступать в военный вуз. Планирую поступать в МВД на уголовный исполнительный факультет. Спасибо вам большое, эти аплодисменты для вас. Но вы знаете, что меня удивило? Меня удивило первое, второе и третье в этом ответе. Вот что значит армия и дисциплина. Вы согласны? Вы знаете, дорогие друзья, у нас есть еще один телефонный звонок. По-моему, мы нашли наконец-то очередного победителя. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы вас внимательно слушаем. Итак, какой же танк основной находится на вооружении Белорусской армии сегодня? Я правильно задаю вопрос? Формулирую. Правильно? Четко. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Сергей Енадьевич меня зовут. Так. Ответ на вопрос будет Т-72Б. Абсолютно правильно. Правильно. Вы подвезли. Да, так что журнал «Армия» из рук полковника также вам обещан. Оставьте свои координаты, пожалуйста, нашему редактору. И если вы еще с нами, можете поздравить своих друзей, знакомых, семью с этим праздником. И, кстати, примите наши поздравления тоже. Я думаю, что человек уже пошел радоваться победе. Конечно, он не заметил, что положил трубку. Не заметил, что положил трубку. Ну что ж, дорогие друзья, вы знаете, проверить себя на прочность, испытать свои возможности и научиться быть сильным, смелым, отважным, должен сегодня каждый мальчишка. По крайней мере, так считает наш следующий гость. Встречайте. Владимир Васильевич Гобров. Руководитель уникального центра, специальной подготовки СКИФ. Это очень уникальное для Беларуси подразделение. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, во-первых, мы поздравляем вас с праздником. Спасибо, что в такой важный день вы приехали на нашу программу. Вот, кстати, семья не обижается, что вы сейчас не за праздничным столом? Привыкла. Привыкла? А как вы научили этому? Постоянно отсутствуем на каких-то сборах, занятиях. Владимир Васильевич, вот за 20 лет через СКИФ прошли несколько сотен воспитанников, и многие из них стали военными. Мне известно, что только в прошлом году трое ваших ребят поступили в военную академию. Мне кажется, это заслуживает аплодисментов. Скажите нам, пожалуйста, а что такое СКИФ сегодня? Какой стала организация вообще за эти годы? Ну, путь прошли приличный. На сегодняшний день по системе обучения, которую мы предлагаем нашим воспитанникам, мы не встречали аналогов. Мы тоже, вы знаете. Мы тоже. Владимир очень такой скромный человек. Он больше делает, чем рассказывает. Мне просто посчастливилось в тот момент, когда он начинал, вернее, развивал этот клуб, быть военным комиссаром в Речице. И я видел на моих глазах, как преобразовывался этот клуб, как он наращивал свою мощь, как эти ребята, которые сначала с нуля приходили и практически ничего не умели, потихоньку они поднимались, поднимались. Вы бы видели, какой они музей, в школе сделали музей воинов-спецназовцев, какие имеются там экспонаты уникальные. Там надо просто-напросто когда-нибудь попробовать сделать отдельную передачу про этот клуб, про их музей. Очень положительный руководитель, очень хорошие ребята. Ребята сегодня присутствуют в нашей студии. Я бы хотела, чтобы тоже режиссер и оператор показали этих воспитанников этого центра «Скиф». Владимир Васильевич, вот скажите, пожалуйста, в двух словах, чем занимаются ваши мальчишки сегодня, чему вы их обучаете и почему вообще считаете, что парень 10-15, если я правильно говорю, возраст лет, он вообще должен пройти подобную школу? Ну, не каждая, те, кто стремятся дальше свою жизнь связать с службой в вооруженных силах, а конкретно в силах специальных операций в вооруженных силах Республики Беларусь. Поэтому наша система подготовки и дает возможность им подготовиться, и дальше отцы командиры очень довольны нашими выпускниками, и это уже становится в итоге высокозатратные специалисты. Ну, а говоря о самом центре, я основные направления в системе обучения просто озвучу, и всем будет понятно, особенно нашим кадровым военным, это прежде всего, конечно, психологический отбор, потому что психи с нами не должны двигаться. Вы так и говорите, психи с нами не должны двигаться. Ну, конечно, потому что идет работа и с оружием, и так далее. Здесь должны быть очень образованы, адекватные люди. Значит, особая физическая подготовка, смешанное единоборство, мы постоянно ездим повсюду, и в том числе на международных турнирах участвуем. Вот, парашютно-десантная подготовка. То есть ваши ребята сегодня прыгают с парашютами? Да, дело в том, что мы сами укладываем, сами совершаем прыжок, то есть это отдельная квалификация, получают ребята разряды. Вот, дальше это тактическая подготовка по методике подготовки и различных диверсионных подразделений. Вот, это штурмовый альпинизм, высотная подготовка, и, конечно, ну, тактическая медицина. Ну, и самое серьезное, то, чем мы сильно выделяемся, это водолазная подготовка. Это отдельный случай, это очень серьезное оборудование, подход к нему, подготовка и... Владимир Владимирович, если вы позволите, я вас остановлю на этом моменте. У меня вот есть вопрос для Александра. Александр, вот я знаю, что мы уже говорили о том, что вы служили в армии, да? А скажите, вот если бы перед тем, как вам отправляться в армию, у вас была вот такая вот подготовка, водолазная, парашютная, ну и вот то, что мы, в принципе, сейчас видим на экране, приблизительная или хотя бы часть этого, вам бы было проще служить, как вы считаете? Ну, конечно, проще. Во-первых, мне посчастливилось видеть выступление коллектива Владимира очень достойное, и вообще они одни могут заполнить целую программу. Уже практически уже... Намек, мы намек запомнили. Они очень хорошо выступают, очень интересно. Ну, я бы, например, лично, я бы, наверное, больше уделил бы разведке и тактической медицине. У меня вот это больше всего. У вас тоже есть такое направление? Ну, я только что озвучил. Разведка и тактической медицины. Нет, разведка отдельно, и тактическая медицина отдельно. Ну, я же вообще... Ну, извините, ради бога. Скажите, а вот в Скифе вообще сегодня как с новобранцами? Много ли желающих? Меньше, чем обычно. Что это значит? Ну, не знаю. Молодежь или интерес теряет к этому направлению, либо же не имеет таких возможностей физических с нами двигаться. Вот. А как вы считаете, почему? Вот вообще, как считаете, такие центры, они повышают наше патриотическое воспитание? Алексей Алексеевич, у меня тоже интересное и ваше мнение. Конечно. Центры, которые занимаются подготовкой, еще ДСАФ занимался в свое время и продолжает заниматься, они готовят к армии. И такие специалисты должны. Должны быть специалисты и такого уровня, и должны быть специалисты, которые готовят высококлассных инженеров в том числе. Потому что армия-то не только надо бегать, стрелять, убивать, надо думать головой. Армия 21 века, к сожалению, она уже ушла, когда массы стояли друг напротив друга и бросали друг друга копиями и камнями. Уже работают высокоточное оружие, уже работают высококлассные инженеры, пишут серьезные программы, которые блокируют в любой точке, любое государство может заблокировать, в течение суток наступит коллапс. Поэтому должны быть разные спецподразделения, разные клубы. Они все востребованы в своем направлении, в своих подразделениях, моментах. Они найдут свое направление. Спасибо. Андрей Владимирович, вот мне интересно, как Вы считаете, вот с чего должно начинаться патриотическое воспитание наших мальчишек? Может быть, с таких вот клубов? Оно должно начинаться с детского садика. Не с чего, а откуда. И там начинают, в том числе и воспитали. Тогда, когда два мальчишки против друга за девочку, например, один обидел ее, другой защитил. Естественно, надо и тому другому разъяснить, кто из них прав, кто виноват. И чтобы они подружились и начали оба ее защищать от совсем каких-то других. И я считаю, что патриотическое воспитание, оно во всей системе нашего белорусского общества должно происходить. Не только, вот, например, я занимаюсь или Алексей Алексеевич. Каждый из нас. Сегодняшняя наша программа, она это же самое и делает. Я просто приведу пример военного комиссара Речицу, у которого маленький мальчишка, сын его, посмотрел выступление ребят со Скифа. Ну и пришел домой. Папа, я тоже буду таким. И попробовал сделать кульбит. Разбил телефизор этот самый, жидкокристаллический этот. Нанес небольшой ущерб, но я хочу сказать, надо отдать должное маме, которую она сказала, купим мы это все, а ты пойдешь, конечно, в этот Скиф заниматься. Почему ребята туда стали меньше идти? Наверное, просто уже имидж и авторитет организации такой, что туда, может быть, не все чувствуют свою возможность туда поступить. Что они справятся с этим. Да. Возможно, поэт с этим связан. Но я хочу сказать, что наладил Володя со своими ребятами очень тесное взаимодействие с Министерством обороны, с Генеральным штабом. Надо отдать должное, что наш начальник Генерального штаба, он бывший до этого командующим из сил специальных операций. И он оказывает очень всемирную поддержку данному клубу. Спасибо. Владимир Васильевич, у меня еще один вопрос. А вот как вы считаете, какое все-таки главное качество надо воспитывать сегодня в наших мальчишках? Я не говорю о тех, кто станет будущими военными или там в каких-то специальных подразделениях. Вообще, в принципе, наши современные мальчики, подростки, какое самое главное качество, на ваш взгляд? Чего не хватает? Ну, все равно, вопрос очень серьезный, чтобы ответить одним предложением или каким-то одним... А с чего вы начинаете обучение? Все равно это комплекс каких-то требований, ну, к парню. А с чего мы начинаем? Развитие ответить. Да. Перебиваю почему. Володя привык рассказывать о том, что должен делать, например, физически, умственно и так далее. Каждый человек, и особенно мужчина-мужик, должен уметь отвечать за свои слова, за свои поступки. Тогда у него все получится. Если он что-то говорит, но не делает, из него мужика не получится. Это должно быть всякое разное. От маленького ребенка до здорового мужика. Вы знаете, у нас сегодня среди, ну, кроме меня, конечно же, вот, среди таких мужчин и полковников сидит Людмила Тутынина. Это наш психолог, я бы хотела этот вопрос адресовать ей. Людмила, как ты считаешь, что, какое главное качество надо воспитывать в современных мальчишках, чтобы вот наши последующие передачи, действительно, вопросы про армию вот так вот отвечались очень быстро нашими зрителями? Знаешь, Наташа, вот я сейчас, обычно я говорю на всех передачах, а сегодня я просто открыл в рот, слушала наших гостей. Мне очень интересно было все, что они проговаривали, да, вот как они видят эту ситуацию изнутри. Но вот если мое мнение, да, то вот я полностью поддерживаю то, о чем вы говорили сейчас, да. То есть это самого раннего детства нужно воспитывать, это самая идентификация, то есть мальчик должен быть мальчик. Девочка, да, девочка должна быть девочкой. Но, честно говоря, я не готова сейчас, Наташа, была отвечать, потому что я все время слушала и слушала. Ты уже ответила, Люда. Спасибо тебе большое, это, в принципе, и был ответ. Вы знаете, наша передача заканчивается, практически закончилась. И у меня есть для вас такая замечательная возможность, ну, буквально пару слов, что бы вы пожелали в этот праздничный день нашим зрителям, Алексей Алексеевич. Я хочу пожелать процветания нашей республики Беларусь, крепкого здоровья всем мужчинам, и чтобы всех женщин любили эти крепкие мужчины. Ой, как хорошо. Спасибо. Людмила, я сегодня поздравляю всех своих мужчин, говорила так. Научиться стрелять, в общем-то, дело-то несложно. Главное, чтобы этот навык вам никогда не пригодился. Андрей Владимирович. Ну, я вот хочу пожелать благополучия в семье и успехов в той служебной деятельности или любой другой деятельности, которой занимаются, как защитники Отечества, так и их тыл надежны, женщины. Спасибо вам. Дмитрий Леонидович, вам слово. Я хочу, прежде всего, пожелать всем защитникам Отечества, так как я отвечал на первый вопрос, с честью и достойностью выполнять свой воинский долг по защите нашего государства, территориальной целостности Республики Беларусь. И главное, чтобы у всех было здоровье это сделать, и удача. Владимир Владимирович, вот несмотря на то, что вы такой серьезный, сегодня праздничный день, и вот ваши поздравления очень важны для наших зрителей. Что пожелаем? Ну, я хочу сказать, что не надо стесняться слова «патриотизм», не прятаться от него. Здесь ничего нет страшного или какого-то, что тебя на улице заклюют во дворе. Я говорю просто, ну вы же свою маму, папу любите? Да. Ну, а сестру там? Да. Ну, а дом своей улицы, на которой жди? Да. Ну, я говорю, ну, добавьте сюда гимны, флаг, вот вам и есть патриотизм. Не надо этого стесняться и жить так, готовиться ко всему, что может быть, чтобы мы были ко всему готовы. И чтобы, если время придет, так называемый чак с икс, чтобы мы были к этому готовы. Ну, а к сильным не лезут. Спасибо. Дорогие друзья, есть еще один телефонный звонок. Мы, в принципе, уже закончили, но вот не могу отказаться. Только хотелось бы услышать еще раз наших телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, как вас зовут? Светлана, меня зовут. И я хочу заметить, что вот сегодня все поздравляют мужчин, желают им всего-всего. Да, я, конечно, безусловно присоединяюсь ко всем этим поздравлениям, но почему-то в такой день все забывают про женщин, про нас. Поэтому я нам, женщинам, хочу пожелать таких мужчин, которыми смело можно гордиться и за спинами которых можно чувствовать себя, ну, как за каменной стеной. Вы знаете, спасибо вам большое за этот звонок, аплодисменты для вас. Дело в том, что я вот собиралась как раз закончить программу очень интересным сообщением от Ольги, которое пришло в Вайбере. Желаю мужчинам помнить всегда о своих женщинах, ради которых они живут, работают, защищают свой дом и родину. С праздником вас, дорогие наши настоящие и будущие зачистники Отечества. Хороших праздничных выходных всем нашим зрителям. Дорогие друзья, это был еще один добрый вечер. Гомель с Натальей Волынец. И очень хочется закончить его доброй песней «Блокпост на Беларусь-4» прямо сейчас. Ну, а я прощаюсь с вами. До новых встреч в прямом эфире. АПЛОДИСМЕНТЫ Если любовь не сбудется, Ты поступай, как хочется. И никому на свете Грусти не открывай Новая встреча лучшие Средства от одиночества Но и о том, что было Полни не забывай Любовь приходит к нам Порой не так Но все хорошее Не забывается А все хорошее И есть мечта Пусть о любви нечаянно Кто-то сказать осмелится Если поверишь в это Сердце не закрывай Сердце необитаемом Снова любовь поселится Но и о том, что было Помни не забывай Мечта сбывается И не сбывается Любовь приходит к нам Порой не так Но все хорошее Не забывается А все хорошее И есть мечта ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...